Здравствуйте, уважаемые друзья! Надежда, как известно, умирает последней. Как и последняя Надежда, россиян умрет на этих выборах вместе с кандидатурой Бориса Борисовича Надеждина, который, я уверена, был выбран в качестве спойлера на этих выборах исключительно за свою фамилию. Если народ, погрязший в бытовых проблемах, в нищете и потерявший способность к анализу, не обращает внимания на этот код в словах, то власти прекрасно знают и не забывают силу НЛП и ее постоянно применяют. И вот сейчас этот проект «Последняя Надежда» с кандидатурой Надеждина прекрасно работает и на данный момент выполняет свою миссию. А миссия – это повысить явку любой ценой. И сейчас я уже слышу в пабликах, правда, я сама не видела, что выстроились очереди, чтобы отдать свою подпись за этого спойлера, за Бориса Борисовича Надеждина. Друзья, Надеждин сейчас выполняет ту же роль, ту же миссию, поднимает явку, как в свое время сделал Грудинин. Грудинин тоже тогда выполнял роль спойлера на тех выборах, я уж не помню, какой это был год, и ему это прекрасно удалось. То есть те, кто перестали ходить на выборы, на выборы пришли в тот год, чтобы отдать свой голос за Грудинину. И кто победил в итоге? Конечно, Путин. Сейчас то же самое делают с Надеждином. Ну, кстати, в 2018 году роль спойлера прекрасно выполнила Собчак за несколько миллионов долларов, насколько мне известно. Но, опять же, это неподтвержденная информация. Ну и сейчас вот Надеждин тоже выполняет роль спойлера, поднимает явку, потому что, друзья, те проценты, которые обычно рисует Путин, это примерно 76%, будет невозможно нарисовать при явке, скажем, административного ресурса 15-20%. То есть явку нужно поднять любой ценой, чтобы эти 76% выглядели реалистично. И, собственно, для этого привлечен спойлер Надеждин, который, я не знаю, согласовал ли он свою эту роль с еще одним евреями-еврейчем Кириенко, Сергеем Владленовичем, если я не ошибаюсь, его имя отчества. Но, друзья, вы должны понимать, что на выборах Путина может победить только Путин. И даже если проголосуют за Грудинина, за Собчака, за Надеждина, больше процентов, чем за кандидата от власти, за основного кандидата Путина, подсчет голосов ЦИКи проводится за закрытыми дверями. Вернее, не проводится никакой подсчет голосов. Эти бюллетени просто выбрасываются и рисуются социально приемлемая, нужная им цифра. 76% это обычно. Но спойлер это делают тоже не просто так. Они это делают за какие-то ништяки, за должности потом, после выполненной своей роли, либо за деньги. Вот, например, что пишут про еще одного такого же фейкового кандидата Сергея Бабурина, который тоже когда-то уже баллотировался на президента, я помню, что-то такое. Сергей Бабурин не выдержал накала страстей и сдался. Следующий на очереди Рада Русских. Думается, объяснять причину такого решения не нужно. Но все равно уточним, на всякий случай на сбор подписей требуется пожертвование. Их дали Бабурину, он их якобы потратил в кавычках на сбор подписей, но на самом деле перевел в крипту и, вероятно, вывел из РФ. Так делают очень часто, это распространенная практика. Или купил себе что-нибудь приятное, ведь сумма немаленькая, от 50 миллионов рублей. То же самое с Надеждином, друзья. Поэтому, ну, я не знаю, как еще объяснять, я тут постоянно, каждый выбор, у нас каждый год проходят какие-то выборы, вот в этом году выборы Путина. Я каждый год объясняю, что выборы, в принципе, себя демократические, так называемые, себя дискредитировали во всем мире. Это некие процедуры, которые проводятся для отвода глаз рабов, чтобы рабы думали, что их мнение что-то значит, что они могут бросить свое предложение в коробочку для предложения рабов и как-то повлиять на свою несчастную судьбинушку, на свою тяжелую участь, как-то ее облегчить, выбрать доброго правителя, доброго царя, который будет к ним добр, милосерден к этим рабам и их немного пощадит. Но процедура демократических выборов дискредитировала себя во всем мире, не только в России, где один несменный президент уже четверть века. Демократические выборы себя дискредитировали и в Европе, в так называемом свободном мире, и в Америке, и в Канаде, потому что мы видим, что идет некая преемственность, вот, например, Трюдо, нет, просто так называют Каст-Трюдо, и его отец тоже был премьер-министром. Потом в Европе мы видим эту преемственность, тоже дети становятся политическими лидерами, когда их родители в свое время тоже занимали такие должности, родители или родственники. В Америке себя выборы тоже дискредитировали полностью, и это парадигма красный-синий, республиканцы-демократы, это совершенно ложная парадигма, потому что и тех, и других спонсирует одна и та же банковская элита, банкстеры, так называемые, закулисье, мировое закулисье, которое мы, ну, видим, может быть, иногда, но оно себя особенно не идентифицирует, не определяет. Кстати, НЛП применяется не только в России, можно это видеть ярко на примере Надеждина, даже та же самая фамилия Путина, это тоже не просто так, это Путь, Зеленский, зеленая, зеленая повестка. Далее, Медведев, Медведев был премьером, кто его сменил? Мишустин, практически то же самое. Я уверена, что это не просто так, друзья, это, может быть, кажется, звучит как-то абсурдно, но на самом деле элита, руководство, власть прекрасно понимают, что такое НЛП и как оно работает. Они нами таким образом манипулируют. Давайте рассмотрим на примере Америки, какие там фамилии. Байден. Я уверена, что это не просто так, потому что в слове фамилии Байден есть корень слова «эбайд», глагол «эбайд». Это терпеть, придерживаться, быть лояльным. Эбайд. Ну, вы понимаете, да, почему? Потому что то, что ввел Трамп, Байден довел до конца, и вот сейчас американцы уже стонут. Ну, по крайней мере, какая-то большая часть американцев уже стонут от этого Байдена. Насчет Трампа тоже очень много вопросов к его имени. Трамп созвучил слово «трэмп» по-английски – это, ну, такой дерогативный термин, обозначающий, обозначающий, ну, я не знаю, человек или женщину с пониженной социальной ответственностью. Потом, если вы знаете, был кандидат от республиканцев, он сейчас снял свою кандидатуру в пользу Трампа. Его зовут Десантис. И тоже эта фамилия не просто так, я уверена, потому что, если вы вспомните фильм «Зеленый Сойланд», там всех призывали голосовать за политика Сантини. То есть, друзья, вы везде можете видеть этот код через фамилии. Ну, по крайней мере, я вот его отчетливо прослеживаю и уверена, что эти фамилии появляются не просто так. Ну, по крайней мере, с Надеждином это настолько очевидно, что этого не замечать, это нужно быть просто слепым. Насчет встречи в четверг, то есть завтра, 1 февраля, в Московском городском суде состоится беседа, это предварительное судебное заседание по нашему иску против Собянина, против различных тарифов для проезда в метро по биометрии, по наличным картам, банковским картам. Приходите, там не будет слушания дела по существу, там будет та сторона, я имею в виду сторона отличика, принесет свой отзыв, почему они с нами не согласны, в чем мы не правы. Ну, на самом деле, там будет лапша на уши, как по опыту с нашим иском против отмены наличности. То есть, они просто тупо пишут, здесь нет противоречия федеральному законодательству, когда оно совершенно очевидно есть, как в иске против отмены наличности, с этим своим постановлением, когда не запретили наличность. Это совершенно откровенное нарушение федерального законодательства. То же самое и с пониженными тарифами по биометрии, это нарушение федерального законодательства. У нас в федеральном законодательстве основное, и любые постановления, и нормативно-правовые акты, они должны быть в рамках этого федерального законодательства. Так вот, Собянин с моим постановлением о различных тарифах, пониженном тарифе для оплаты по биометрии, нарушил федеральное законодательство, поэтому ему подали этот иск. И посмотрим, какой отзыв принесет сторона ответчиков в четверг. Ну, как я сказала, наверняка там будет просто отрицание очевидных вещей, как это было с иском против наличности, потому что больше им написать нечего. В любом случае, друзья, приходите, в 10.30 встречаемся в основном корпусе, в холле внизу, основной корпус Московского городского суда, там просто есть еще апелляционный корпус. Так вот, мы встречаемся в основном корпусе, в холле внизу в 10.30, беседа назначена на 10.45. Это станция метро Преображенская площадь, адрес улица Богородский, вал, дом 8, Московский городской суд. Завтра, 1 февраля в 10.30 собираемся в холле внизу. Давайте покажем властям, что мы не забыли про наш иск, про наше противостояние цифровому катку, и мы, несмотря ни на что, хотим его остановить, как бы нам ни было сложно. Уважаемые друзья, вот такая у меня сегодня для вас информация. Пишите мне по телеграмму насчет документов по ЖКХ. Делитесь моими роликами. Спасибо, что смотрите. До новых встреч.